Привет, ребята, ребятунчики! Короче, про санкции. Блин, это... Про санкции. Я вот сегодня читаю новость. Москвичи вспомнили российских конкурентов Макдональдс. Блин, ну как хочется. Я тоже вспомнил, знаете, полевая кухня. Так вот, а там знаете про что? Кулебяки, русское бестро, вот это вот раньше. Наверное, кроме меня там ни разу никто и не был. И то там можно, да, один раз там посидеть там с медовухой что-нибудь выпить. А дальше-то что, каждый день ты же не будешь есть. Во-вторых, почему Макдональдс, да, например, все говорят, ну и хрен с этим Макдональдсом. Ну, во-первых, потому что это как-никак это качество, да, а во-вторых, это просто реально дешево. Потому что, например, ну что вам на 200 рублей, по крайней мере. Ну, все равно это дешево. И все наши эти конкуренты, да, когда там за один бургер там 500 рублей, ну это просто несерьезно. Это даже, ну, с детьми, ну это, я не знаю. Вообще про санкции, да, я, если честно, да, я понимаю, когда они там вводятся как-то вот точечно. Ну, допустим, там понятно, что там против там отмывания, фигания, там еще что-то там награбленного, там, это понятно. Но уже сейчас понеслось то, что, как говорится, лес выбит, щепки летят. Вот кто мне объяснит, при чем здесь, например, табуретки из Икеи? Я хоть иди не понимаю. Мы не будем работать, потому что это РП, ну мы всех уважаем и любим, но мы не будем. А при чем здесь вообще табуретки-то? Ну это ладно, да, ну идет Икея, ну придет что-то другое, понимаете? Блин, рынок, он сейчас вот, смотри, всегда вот говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Почему? Потому что я вообще, вот после любой войны всегда идет огромный подъем экономики. Это всю жизнь так было. Вы вспомните Японию, да, ну буквально там 70 лет назад или там что, когда вот они, когда они все там проиграли уже. И что сейчас стало с Японией? Хорошо, Германия. Хорошо, да любую страну возьмите и посмотрите, что с ней происходит. Во-вторых, я вообще не понимаю смысла, да, санкции против России. Они когда вводят санкции, да, они даже не понимают, где это находится, наверное, они бы хотя бы глобус открыли и поняли, что 1,5 часть суши там, и вот это, вот против чего санкции. Как можно санкции ввести против страны, у которой все есть свое? Я понимаю, да, когда нету, допустим, там нефти, газа или там еще что-то, но в этом страна нуждается. Ввели санкции, пипец герды. Но тут-то все. Единственное, да, вот, конечно, с политикой, с такой, да, мы должны жить, наверное, как все говорят, лучше, чем в Арамских Эмиратах. Но как есть, так есть. Может, сейчас и произойдет какой-то толчок, не знаю, как говорится, пока пинка не дали. А вообще, как говорится, как мне понравилась фраза, да, как мне человек сказал, нехер медведя, потому что нехер медведя палкой тыкать. Вчера захожу в интернет, да, витрансфер, витрансфер, наверное, не знаю, много, много из вас не знает, что это такое-то, короче, файлообменник. Блин, на нем написано, в связи с ситуацией туда-сюда в вашей стране мы, короче, ограничили это. Мне нравится. Мы поддерживаем творческих людей, мы за мир во всем мире, но мы вас взяли и, короче, нахер, загубили. Блин, ну это цирк. Опять же, VPN наше, все. Дальше поехали. Вот этот, тикток, когда он заработает? Мне кажется, он нужен, когда заработает, он уже нафиг никому не нужен будет. Потом поймете, почему. Вот это еще политика, я вообще удивляюсь просто. Что будет с известными блогерами? Ребята, сегодня он известный, завтра он неизвестный, все время жизнь меняется, все, все, другие подрастают, эти старые. Ну, понимаете, это все вот так. Сегодня человек популярный, завтра о нем вообще никто даже знать не знает. Закроет ли Ютуб? Ну, если закроют, ну, раньше же вообще Ютуба не было. Я в Ютуб пришел, я же уже сто раз об этом говорил. Из Майл.ру, Ютуб-то не было, был Майл.ру. Там были видео, все, что хочешь, фото там, там же эти. Переписывались через Аськи. Виндус, да, ну, Виндус и так, ну, перейдут сейчас все просто на пиратки. Вспомнят, ребята, диски, да, вот эти вот, которые вставляют. Если с интернета теперь не перекачаешь, качаешь, не ничего. Мы в ДОСе раньше сидели в чатах, общались. Вообще, Виндуса не было, ребят, Виндус не было. Понятно, что к хорошему все быстро привыкают, но так же быстро, как говорится, и отвыкают. Кстати, вот про санкции, да, когда вот производители машин, да, вот европейские, я так понял, там многие уходят с нашего рынка, там запчастями, ну, запчасти, понятно, через Китай все это будет. Ну, уйдут, да уйдут. И прям все такие, Серега, что это прям, катастрофа, туда-сюда, как BMW. Да никак. Вон, как этот, ушел в Opel, да, на нем никто не помнит с 14-го года. Вы вообще вспомните, сколько машин, сколько компаний ушло с 14-го года, вы охренеете. Никто об этом не помнит. А с 14-го года прошло бы всего 8 лет. А, ну да. По производствам, я думаю, сейчас, если все, кто уйдет, да, просто я сейчас думаю так сделают, что, как говорится, не было толчка раньше конкурировать, да, вот открывать здесь производство в России, и просто нецелесообразно было, потому что очень много западов, и с большими инвестициями, и они и цену могут бить, и все, что хочешь делать. Поэтому свое развивать в таких условиях, это практически нереально. Реально, что? Когда вообще-то вот под санкциями, да, и сразу, ну что у нас ученых нет? Есть. Что у нас рук нет? Есть. Завод построить? Да год нужен. Тот же там наладит сборку туда-сюда, там что-то свободно. Вон, как Китай всю жизнь. Весь мир знает прекрасно, что Китай все технологии ворует, и никто ничего. То есть, понимаете, ну, зависит, что что-то будут там, что-то здесь. Дальше вот про санкции, да, вот у меня еще вопрос. Я спрашиваю. Вот, наконец-то, там всех этих олигархов туда-сюда. Ребята, они как были богатыми, так останутся. Когда у тебя там, я не знаю, на 100 жизней вперед бабла, ну, забрали у тебя там какой-то домик во Франции. Ну, не пускают тебя в Европу или там в Америку. Ну, весь мир у тебя открыт, понимаете? То есть, яхт как плавал, так и плавает. Ну, не будет туда просто в Европу или там в Америку, или еще в какие-то страны ходить. Да так же прекрасно. У нас, я не знаю, Азия, фига, Азия, там, Дубай, фига, и там, что только нету. Вы ему где хочешь, я не знаю, по всему миру, пожалуйста. Никто не, ничего. То есть, если у человека есть деньги... Вообще, когда вот такая фигня происходит, не думайте, что богатый человек, он прям во все потеряет. Он ничего не потеряет. У него активность только, что у него там, я вам говорю, достали вперед вместе с его детьми. Ну, не пустят сейчас туда, ну, через 10, через 20 пустят. Все решает деньги. А бедные люди, как были, да, там, как и были нищие, так и будут нищие. То есть, ничего от этого не изменится. По факту-то и так все, вот большинство, да, я вот сколько по стране езжу, все и так живут только на еду. Я вам знаю прекрасно, что в регионах творится, там, я общаюсь с людьми. Я говорю, сейчас и Москва, ладно, раньше, если сильно выделялась, да, там, по зарплату, по неимам, то сейчас практически то же самое. У меня знакомые работают, знаете, для сколько в жизни, поверьте, 20-30 тысяч получают. Согнал, что они сейчас счастливы, знаете, почему? Потому что они сейчас это получают, они работают. И сейчас все равно будет государство с поддержкой, оказывать этим людям. То есть, грубо говоря, все равно, даже если как хрен с ним, карточки ведут, ну и что, в 90-х годах те же карточки были, на сахар, там, на сигареты, на все остальное. Кстати, сигареты, сигареты мы не будем, говорит, это там, Филипп Моррис, да, или еще какая-то контора, там, они уходят с рынка. Блин, реально, это же просто реально смешно. При чем здесь вообще вот сигареты, при чем здесь вот эта ситуация? Знаешь, у меня иногда такое печенье, что Запад хочет сделать все, чтобы вся страна сплотилась против него, да, ну, грубо говоря. Вот, например, получается, какая система? То есть, они без разбора сейчас долгуют просто по всем людям. Понятно, что это все потом нормализуется, там, я не знаю, через сколько это. Санкции, когда отменят, да, лет через 20, наверное, минимум. Никто их сейчас отменять не будет. Если их сейчас вводят, то они это очень надолго. Так же, как вот этот комитет, который сейчас творится. Кстати, меня смотрят ребята, много кто, с Украины, и с Киева, и с Харькова. Привет, мои ребята. И я знаю, что там, я прекрасно вас понимаю, поэтому не хочу про эту тему сейчас говорить, потому что полно людей и неадекватных меня смотрят. Но хочу проливать вам удачи. Не суйтесь никуда, ребята. Мой совет, сидите, ждите, как говорится, что бы я еще мог посоветовать. Не надо только прыгать под поезд. Вы меня поняли. Все будет хорошо, я надеюсь. По экономике, по России, да? Вот все туда-сюда, сейчас Россия будет дефолт. Вообще, Россия дефолт выгоден. Как выгоден? Потому что, смотрите, они сейчас вообще запретить могут хождение валют иностранных, доллара и в стране. Ну, как было в Советском Союзе, здесь все своя валюта и похрен на метель, понимаете. Государством контролируется, курс поставили там, какой захотели, там 70. Хочешь, не хочешь, все, вот 70 и все, и до свидания. Или там 100 глаз. Не знаю, вообще к этому, наверное, все и придется рано или поздно. Сейчас с фондовым рынком какая будет ситуация? Почему это выгодно государству? Да потому что она просто активы частных лиц, да? Которые вот олигархи, фигархи, бизнесмены. Она просто заберет это себе. То есть они просто возьмут, и это, иностранцы купить сейчас эти активы не могут, потому что запрещено. А государство сейчас просто возьмет, выделит там триллион рублей и купит все эти предприятия, весь частный бизнес. Вот у этих олигархов, которые с 90-х годов, там, непонятно, какими путями все это приватизировали. Они просто заберут в государство. Ну, понятно, что чиновники. Чиновники вообще, ребят, не парьтесь. Они всю жизнь жили в шоколаде. Блин, хоть при Ленине, хоть при Сталине, хоть где. Ничего от этого не поменяется. И ничего от этого не изменится. А, верно, давайте пока все. И так уже, надеюсь, мы поговорим. Увидимся.